К нам тут дрончик прилетел. И не один. Было два взрыва. Большой огонь горит. Сегодня украинские беспилотники снова атаковали российские топливоэнергетические объекты в Смоленской и Воронежской областях. Удары были нанесены по двум базам хранения и перекачки горюче-смазочных материалов Роснефти в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области РФ. Справа огонь еще третий. Прям видно было, что дрон летит. А там нефтебаза. Небольшая, но все же таки. Ярцевский НПК. На этих базах хранились 26 тысяч кубометров российского топлива. Вокруг вот так. О, еще один. Кроме этого, дроны атаковали НПЗ в Воронежской области и Новолипецкий металлургический комбинат. На территории нефтеперерабатывающего завода горят емкости с топливом. Крайний раз удар по НПЗ противника был осуществлен 2 апреля. Тогда из строя был выведен НПЗ в Нижнекаменске. И вот спустя три недели удары возобновились. Некоторые зарубежные политики и представители администрации президента США просили Украину не наносить удары по российским НПЗ, так как это может вызвать колебания на мировом рынке топлива. Однако были и те, кто поддерживал нанесение этих ударов. Например, министр иностранных дел Литвы на высказывание политиков Соединенных Штатов о том, что Украине не стоит атаковать российские НПЗ, сказал «В годы Второй мировой войны союзники разбомбили нефтебаза нацистской Германии как главную военную цель». Таким образом, он напомнил США, что нефтебазы и НПЗ России являются законной целью для Украины. К тому же Россия еще в 2022 году уничтожила все украинские НПЗ и множество нефтебаз. Поэтому Украина имеет полное право наносить зеркальные удары. Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и базам хранения топлива смогли нанести существенный урон российской экономике. В короткий срок были выведены из строя 13 из 38 работающих НПЗ в 9 регионах России, что составляет 34% от их общего количества. Удары наносятся с помощью дронов-камикадзе, которые способны преодолеть расстояние более 1000 километров. В большинстве случаев применяются беспилотники под названием «Лютый», один из которых вчера упал в Ульяновской области, не долетев до Сызранского НПЗ. Место его падения находится на расстоянии 800 километров от границы. Боевая часть этого дрона имеет массу 75 килограммов, из которых 50 килограммов – это взрывчатое вещество, а 25 килограммов – это рубашка из готовых осколков. Нефтеперерабатывающая отрасль России – это ее слабое место. И оно оказалось незащищенным и неприспособленным к отражению ударов дронами. Поэтому такие успешные удары по Ахиллесовой пите ожидаемо будут продолжаться. Что случилось? Почему все это происходит? Субтитры создавал DimaTorzok